Здравствуйте! В эфире новости города и Прибайкалья на канале Ангара Медиа. С вами Надежда Фролова. Размеры грантов на создание и развитие приютов для домашних животных планируют увеличить. В прошлом году на эти цели из областного бюджета выделили 19 миллионов рублей. В текущем предусмотрена та же сумма. Согласно данным мониторинга, выявлено более 13 тысяч бродячих собак. Из отловленных 6 650 особей пристроены почти 2 тысячи. Тем не менее, от жителей Прибайкалья поступает много жалоб на бездомных животных. А в некоторых муниципалитетах ситуация катастрофическая, поскольку денег на их отлов и содержание не хватает. Вода из кулеров может быть опасна. Как заявили эксперты, вне часто обнаруживают превышение допустимого количества бактерий, а также признаки фальсификации. Для исследования взяли воду из диспенсеров 20 торговых марок во вторичных емкостях объемом 19 литров. Продукцию проверяли по показателям химической, микробиологической безопасности, качества и фальсификации. Их признаки определяли с учетом достоверности информации, заявленной в маркировке. Как сказано в сообщении, замечание не оказалось только у одной торговой марки. Остается острым вопрос обеззараживания тары. Дело в том, что она содержит до 20 литров воды. Это достаточно большой объем. Кран, установленный на нем, может недостаточно промываться. Как итог, накопление в воде микроорганизмов, которые могут оказывать негативное влияние на организм человека, в частности, на работу желудочно-кишечного тракта. Уточняется, вода из кулера не подвергается кипячению, а многие бактерии при температуре до 90 градусов выживают и размножаются. Отмечу, эксперты не выявили превышение нитратов и нитритов, тяжелых металлов, хрома, а также хлора. Альберт Домнин, Новости 360 Ангарск. Более 650 тысяч рублей выманили два 28-летних гражданина у жителей Тывы, Бурятии, Забайкалье, Иркутской и Кемеровской областей. По версии следствия, злоумышленники размещали в интернете объявления о продаже сельхотехники и сдачи в аренду гостевых домов. Просили своих потенциальных жертв перевести им предоплату. Деньги поступали на банковские карты, которые мошенники оформляли на людей, злоопотребляющих спиртным. В течение двух лет удалось обмануть 26 граждан. Уголовное дело направлено в суд. Не переключайтесь, далее немного полезной рекламы. Встречайте в парке ЗДК «Современник». Цирк «Шапиток Рокус» с 5 по 26 февраля. Цирк со звездами в королевстве черных пантер. Звездное шоу «Пародия» и многие другие. Ноль плюс. Фитнес-центр «Легион Дим». Огромный спортзал современных тренажеров. Изобилие спортивного снаряжения. Групповые программы. Силовой фитнес. Степ-аэробика. Пилатес. Мама плюс малыш. Хатха и флай-йога. Зумба и группы 55 плюс. Спорт-бар. Спа-зона и сауна. «Легион Тим». Боргузин. Третий этаж. Не в свои сани не садись. 30 января. Иркутск. 3 февраля. Ангарск. Профилактика и исправление эстетических проблем кожи. Коррекция мемических морщин. Чистка лица. Пилинг. Косметологические уходы. Мезотерапия и биоревитализация. Квалифицированный косметолог с медицинским образованием. Запись по телефону 8 950 120 25 67. Провожать зиму в Ангарском округе будут в течение двух дней. 25 и 26 февраля. В субботу в микрорайоне Китой в 13 часов начнется народное гуляние «Масленица. Блин да мед несет». В цементном программа «Масленица щедра. Веселись хоть до утра» запланирована на 15 часов. Праздничный концерт «Масленица. Хороша, широка ее душа» пройдет на площади Ленина в воскресенье. Начало в полдень. Жители Юго-Восточного в это же время приглашают на праздничную программу «Масленица у ворот. Заходи в наш хоровод». А театрализованный концерт «Гуляй, душа, масленица» пришла. Для жителей Саватеевки подготовить Дом культуры Нева. 31 января свой профессиональный праздник отмечают ювелиры. Изготовление украшений начинается с задумки клиента или дизайнера. А процесс от идеи до воплощения – тяжелый труд, который требует максимум усидчивости и фантазии. У каждого мастера отлично развита мелкая моторика и нескончаемый запас терпения и усидчивости. Профессия высокооплачиваемая, но и здесь есть свои минусы. Один из самых больших – проблемы со здоровьем. День ювелира не считается официальным праздником, однако мастера отмечают его в кругу коллег. Честь Ангарска на всероссийском этапе турнира «Золотая шайба» имени Анатолия Тарасова будет защищать спортивный клуб «Юность». Соревнования пройдут в Башкирском Салавате. Сейчас мальчишки собираются в дорогу. В этом году после побед на муниципальном этапе «Золотой шайбы» Ангарский городской округ представляли две разновозрастные команды клуба «Юность». Напомним, ранее мальчишки 2006-2007 годов рождения завоевали серебро областного отбора, а их младшие коллеги замкнули тройку лидеров. На первом месте вновь «Иркутяне». Чувствуется опыт наших соперников. Это Олимпия, у которой все-таки на постоянной, на круглогодичной основе лед. Все-таки, когда лед, ребята показывают лучшие результаты. Так что мы, наша команда «Юность» надеется, что все-таки наши руководители города смогут предоставить нам лед. Ну, хотя бы не на постоянной основе, но в междусезонье, чтобы у нас с сентября по декабрь до нашего льда был. Ну и, соответственно, с марта по лето, ну там по первое июня. В отличие от прошлых годов, когда деньги на поездки команд собирали всем миром, в этот раз расходы взял на себя местный бюджет. Я хочу очень сильно поблагодарить наш спорткомитет Наговицына Ивана Михайловича, который как бы трепетно к всему тоже относился. Руководителя спорткомитета Неверова Ирина Вильевна, молодцы. Ночью у нас вообще прямо все как гладко произошло. Прошло то, что и перевозки все, и проживание, и питание все взяло на себя наш спорткомитет города Ангарска. Если более младшие мальчишки на всероссийский этап пока не пробились, то 2006-2007 годов рождения получили приглашение сыграть в Салавате. Самая острая проблема – это, конечно, поездка сама. Башкортостан нас принимает с проживанием и питанием, ну и с транспортировкой внутренней. А вот что касается перелета, то как бы тут очень сложная такая ситуация. В общем, мы не потянем. Поэтому сегодня я созванивался с председателем Думы городским Александром Александровичем. Александр Александрович сказал, мы постараемся всем, чем сможем помочь нашей команде. Все-таки дело серьезное – это Россия, где команда будет представлять наш город. Стоит надеяться, что деньги на дорогу для юности все-таки найдутся. Ведь представители Ангарска отправляются на всероссийский этап впервые за десятки лет. Понятно, что сразу на таком уровне добиться победы будет сложно. Но, как говорится, с чего-то начинать надо. Дорогой Василий Михайлович, Евгений Александрович, спасибо вам большое за труд, который вы для нас делали. Спасибо за то, что вы потратили столько нервов для нас. И благодаря вам мы заняли второе место. Спасибо! Подведены итоги чемпионата Сибирского округа войск Национальной гвардии по шахматам. За звание сильнейших боролись свыше полусотни бойцов и офицеров из 17 команд. Как проходили противостояния – далее. Не оружием единым жив росгвардейцы. Многие обыватели считают, бойцы привыкли к силовым состязаниям. Аннет – вот уже несколько лет проходит чемпионат Сибирского округа. Чтобы стать его участником, необходимо победить в отборочных испытаниях в своих территориальных управлениях и воинских частях. Наши спартакиады достаточно обширны и призваны для того, чтобы охватить максимальное количество личного состава. И многие категории людей – кто-то занимается плаванием, кто-то стрельбой, кто-то единоборствами, а кто-то хорошо играет в шахматы. И эта категория не должна остаться без внимания. Это мыслительный, тяжелый труд, и таких людей нужно знать в лицо и развивать их способности. Турнир проводят по правилам ФИД по швейцарской системе с использованием электронных часов при контроле времени. Это, напомним, 10 минут для участника без обязательной записи ходов. Победители определяли по наибольшему количеству набранных очков, как в личном, так и в командном зачетах. Единственной женщиной в состязаниях стала Медея Кабанова из Новосибирска. Одной быть очень удобно все, все достаточно приветливые. Игра идет сложно, но все возможно. По итогам двух дней состязаний первое место на пьедестале подсчета заняли представители областного управления Росгвардии. Также в призерах участники из Новосибирской области и Тывы. В личном первенстве в тройку лучших вошли Иван Карболин, Виталий Лошманов и Сергей Домаровский. В составе сборной команды Сибирского округа они отправятся на Всероссийский чемпионат войск Национальной гвардии. Альберт Домнин, новости 360 Ангарск. Если у вас остались темы для сюжетов, то звоните по телефону 54-88-07. А также все наши репортажи вы можете увидеть в нашей группе ВКонтакте. Еще больше новостей в нашем телеграм-канале. Ангарск, нижнее подчеркивание, 360. Это было все на сегодня. Я говорю вам до свидания, но не переключайтесь. Впереди прогноз погоды не только для ангарчан, но и для жителей других городов Прибайкалья. В Байкальске 1 февраля переменная облачность, преимущественно солнечная. Днем температура воздуха составит 11 градусов ниже нуля. В темное время до минус 14. Ветер западный 1,3 м в секунду. Атмосферное давление 712 мм ртутного столба. В Листвянке облачно, днем минус 13 градусов. Ночью на термометре можно будет наблюдать минус 16. Ветер северо-западный 2,4 м в секунду. Спонсор прогноза погоды – автомойка на заправке. Приведи свой автомобиль в порядок. Химчистка салона, мойка двигателя, защита от зимних реагентов гидрополимерным покрытием. Стирка ковров и домашнего текстиля. 215 квартал, строение 11. Территория автозаправки Омни. Напротив гипермаркета «Маяк». Запись по телефону – 8908-6-478-006. Автомойка на заправке. Кузов, салон, химчистка, мойка двигателя, защита от реагентов гидрополимерным покрытием. А еще стирка ковров и домашнего текстиля. Смой грязь городских улиц. Автомойка на заправке. 215 квартал Омни. Напротив гипермаркета «Маяк». А теперь о погоде в Ангарске. В среду пасмурно, в обед температура воздуха составит минус 13 градусов, ночью минус 20. Ветер восточный 3,5 метров в секунду. Атмосферное давление 733 миллиметра ртутного столба. И на этом у меня все. Смотрите метеопрогноз на канале Ангара Медиа. А я желаю вам отличного настроения в любую погоду. Атмосферное давление 733 миллиметра ртутного столба.